Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Дарк Соулс, и это продолжение Изолита. И он всё так же ужасен, как и в прошлый раз. Точнее, это ещё не продолжение Изолита, это продолжение демонических руин и начало Изолита. Изолита — это следующая локация, естественно. Но для начала босс. Здесь можно призвать Салейра, он немножко помогает. Совсем немножко. Ну и, собственно, это тот босс, которого можно было увидеть до этого. Я в прошлом видео объяснял это всё, и заставка нам его покажет ещё раз. Да, какая-то такая вот фигня. Ну и проблема этого боя очевидна. Везде лава. И у меня всё ещё нет способа с ней бороться, то есть она меня очень прилично дамажит. И это дальнобойный босс. То есть он может меня атаковать, когда я здесь, а он там. И я его в ответ атаковать не особенно могу. А, пожалуй, стоит сменить оружие. Потому что Алибарда здесь совсем не поможет. Да. Как-то так. Кто придумал такого босса сюда поставить, я не знаю. Но я могу попытаться пробежаться через лаву и умереть. Да. Вообще, я могу попытаться пробежать на этот остров и здесь с ним в ближнем бою сражаться. Или, если нет, то я могу попытаться взять лук и расстрелять его, что является совсем плохой идеей, потому что лук — слабая хрень. Магия — это немножко более хорошая идея, но огонь, естественно, на него не очень хорошо работает. Как и, кстати, на остальных боссов этой ветки. Этой ветки, по-моему, на Сисла с Дисчарджа, то есть на этого гиганта, который первый босс этой ветки, по-моему, на него вообще огонь не работает никак. То есть у него иммун к огню полный, насколько я помню. А у демона вроде бы нет, на демона работает огонь, насколько я знаю. И да, тут можно вот так вот перекатиться и не получить урона. Здесь уже нет. Ау. Ну и везде лава. Босс дальнобойный, которому пофиг эта лава. Он стоит где-то глубоко в лаве и стреляет по мне. Ну, стреляет, бьет, но бьет дальнобойными атаками. Ну, если я его заставлю все-таки подойти сюда, то он намного проще. Ему можно отрубить хвост. И хвост в данном случае очень даже полезен. И это, видимо, задуманный способ его убийства. Да, он меня убил, но хрен с ним. В общем, когда вы рубите ему хвост, и потом этот хвост убиваете, потому что отрубленный хвост продолжает бегать по земле и пытаться вас убить, из этого можно получить кольцо. И кольцо это... Это оранжевое кольцо. Снижает урон от лавы. Кольцо с оранжевым камнем, зачарованное ведьмой. Снижает урон от лавы. Поскольку его раны с рождения прижигали славы, его сестры-ведьмы даровали ему это особое кольцо. Глупец. Он выбросил его, и там, куда попало кольцо, родился ужасный демон-станок. Ну, демоническая многоножка. И, естественно, речь идет о предыдущем... ...позапрошенном боссе, сестры с дисчарджа. Он был братом... ...дочерей хаоса? Окей. Бывает. В общем, с этим кольцом я могу ходить по лаве. Она меня все еще дамажит, но не так больно. Вот настолько не так больно. То есть вообще почти пофиг. Ну, нет, не почти пофиг, но намного более пофиг. Но, по крайней мере, теперь это не настолько невменяемый босс, потому что я могу к нему подойти. Но проблема в том... Упс, граб. Проблема в том, что чтобы к нему подойти, нужно сначала к нему подойти и оторвать ему хвост. Ну, и в любом случае это... ...битва с боссом на арене, которая вся заполнена дамажащей лавой. И это ужасно. Сам босс тоже довольно кривой своими атаками. Лок на него работает, ну, как и на всех боссов, которые большие, высокие, прыгают и так далее. То есть если он прыгает, то камера вообще полную фигню творит. Если он не прыгает, то она, в принципе, тоже полную фигню творит. Так что лочить его лучше не стоит. Ну, его можно довольно легко так в какой-то мере сломать. Если я стою под ним, то он либо прыгает... ...и это плохо. Либо он пытается меня затоптать ногами, и это намного более хорошо, потому что от этого очень легко увернуться. Ну, от прыжков тоже достаточно легко увернуться. Ну да, с камерой проблемы, с ареной проблемы, совсем проблемы. И чтобы иметь возможность подойти к боссу, нужно сначала подойти к нему и отрубить ему хвост. Хвост, естественно, он респавнится, но кольцо одноразовое я получаю. И хвост у него, по-моему, отрастает, потом через какое-то время обратно, если я его не буду добивать. И, возможно, даже ему можно не только тот хвост отрубить, но и все остальные отростки. Насчет этого я на 100% не помню. Но, возможно, вот эти вот передние лапы, вот эти вот ему тоже отрубаются. С примерно таким же результатом. Упс. Ну, сейчас его следующий мой удар добьет уже. Ну, и получаю я всего лишь какую-то человечность и кость возвращения. И 40 тысяч душ, да. Ну, я со всех боссов получаю человечность кость возвращения. Да. В данном случае основная награда это кольцо. Тут также лежит осколок зеленого титанита. И теперь я могу бегать по лаве с этим ужасным звуком. И, ну, лава все еще ужасно выглядит, что от нее вытекают глаза, и она все еще дамажит. Просто немножко мне не больно. А кольцо, кстати, имеет еще один эффект. С этим кольцом мой пинок... Упс, это не пинок. Вот этот вот пинок. Он наносит огненный урон. И он наносит урон, собственно. По дефолту пинок не наносит урона, он просто отталкивает. Если у меня эквипнуто это кольцо, то он наносит немножко урона, и это урон огненный. Привет, Саваэр. Ну, ничего, найдешь. Или нет. Скорее, нет. Спойлер. Ну да ладно. Надо, наверное, отдохнуть. Хватит? Да, хватит на уровень. Еще немножко силы. Что дальше? Дальше еще больше лавы, которая все такая же громкая, тупая, яркая, и вообще хрень полная. И дальше худшая часть худшей локации в игре. Забытый изолит. Оно, конечно, было бы красиво, если бы не эта лава. То есть там вот такие вот эти все... Я даже не знаю, как назвать башни. Наверное, здания здесь всякие, мосты, и все красивое, прикольное, эпичное. Но из-за лавы все как-то выглядит как говно, потому что эта лава светится. Как будто это... Ну, как будто это лава, да, но... Как-то... Слишком уж она светится. Ну и также то, что оно визуально выглядит плохо, это не единственная проблема этой локации. Основная проблема этой локации это то, что она большая, пустая, в ней почти нихрена нет, и заполнена просто огромными толпами вот этих вот драконьих задниц. Которые практически неубиваемы. Не в том плане, что у них много жизни. У них-то жизни не так уж много, их легко убить. А в том плане, что к ним не подойти нормально. Если есть цель выжить при этом, потому что они меня, по сути, ваншотят. Они это делают в большой АУЕшке, и... Ну, собственно, все, к ним практически невозможно подойти на расстоянии удара и выжить. И их там штук 50, наверное. И они там просто рандомно расставлены. Без какой-либо логики, без какого-либо, не знаю, интереса. Просто у них было это большое чистое поле относительно залитой лавой. И они там туда так просто рандомно натыкали этих задниц. Что интересно, кстати, эти задницы это, по-моему, единственный враг в игре, который может дамажить других врагов. Они могут дамажить друг друга и убивать друг друга. И да, также в лаве нихрена не видно мое пятно крови. Точнее, пятно крови видно, а вот это зеленое висящее над ним души нет. А пятно крови здесь может быть точно так же видно и не мое тоже. Ну и то даже, чтобы его было видно, мне нужно достаточно близко подойти. В общем, все плохо. Все совсем плохо. Ну и здесь вот эти вот башенки мелкие, с которыми можно что-то сделать. Конкретно в них можно зайти. В башенках колопки тупые. Колопки, кстати, да, они похожи на стрейдемона. Возможно, это дети стрейдемонов, вот этих вот, ну, этого подвида демонов. Потому что они похожи, за исключением того, что у них колобок вместо ног. И да, те, которые просто статуи, они не просто статуи, они просто, как бы, они... Они все еще дергаются, левитируют и все тому подобное. Просто они не агрессивные. И их нельзя сдамажить. Ну, тебе веселье на меня сагрилась задница. В общем, сюда я могу зайти. Здесь сундук, и в нем душа великого героя, по-моему. Да. Окей. Дальше я могу, наверное, обойти эту задницу так, чтобы она на меня не агрелась. И пойти к следующей башенке. Там даже можно не только к следующей башенке пойти, но и на нее. Вот так вот. В лаве здесь раскиданы несколько предметов по всей локации. То есть вот там где-то впереди, прямо по курсу, есть пара предметов. В той стороне, возможно, вдали. Но все эти предметы, это что-то... Ну, вон там вот, видно два. Это бессмысленные всякие вещи. Там лежит пара Дивайн Блессингов. То есть, бутылок вот этих вот, которые отхиливают меня полностью и снимают с меня статуса. Вот этих. Но кроме этого, ничего особенного. И здесь двойная человечность. И здесь, видимо, был мост вперед, но он немножко обвалился, и вон он валяется. Вместо стрелка. Ну, можно, наверное, расстреливать эти задницы отсюда, но зачем? Наверное, я могу разок в какую-нибудь из них выстрелить, чтобы показать, насколько они толстые и неубиваемые. Потому что они мало того, что не дают к себе подойти, они еще и толстые и неубиваемые. Собственно, у тебя есть хилсбар? Да, у тебя есть маленький хилсбар внизу. Ну, у них, в общем, тысячи три, по-моему, хитпоинтов. То есть, это уровень жизни боссов, по сути. Упс, нет, 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 нет. Не это, вот это. Ну, и если я аккуратно спрыгну вниз. В предыдущем домике был вход. В этом домике входа нет, на самом деле. Я его не буду весь обходить, но я скажу словами, что входа в него нет. Но по аналогии с предыдущим домиком можно подумать насчет того, чтобы стукнуть одну из дверей и получить здесь костер. А, и это получается такой секретный костер. То есть, если я его не нашел, то мне нужно бежать до следующего босса. Спойлер, там не будет еще одного костра. Это единственный костер этой локации, кроме стартового. Мне нужно бежать до следующего босса прямо от начала локации мимо всех этих задниц, мимо всех этих башенок, мимо всего вообще, что здесь происходит. Ну и куда мне, собственно, нужно бежать? Вперед. Куда же еще? Я бегу сюда. Я могу пройти слева вот там подняться или здесь. Нет особой разницы. Оно приводит в одно и то же место. По-моему, слева чуть-чуть ближе. Ну, в общем, по этим вот корням я могу забраться сюда. И попасть в более адекватную половину этой локации, хотя она все равно довольно хреновая. Ну, тут в качестве врагов эти колобки в основном. Их тут тоже огромные толпы, но хотя бы колобки это несложные враги. И они проблем не вызывают, хоть они устраивают всякие засады. Ну, да, это немножко более вменяемая расстановка врагов, чем чем до этого. Но колобки это, с другой стороны, абсолютно неинтересные враги. Упс. Окей. Если я пройду вот сюда, то есть могу забрать душу. И вообще, на самом деле, я... Упс, это не то, что я хотел сделать. Хотя это тоже то, что я хотел сделать. Я отсюда телепортируюсь немножко, потому что я хочу стать человеком перед тем, как идти дальше. это важно. Окей. Еще одна попытка. Ну, не попытка. И да, я не могу снять с себя кольцо и заменить его на какое-нибудь другое, хоть дальше лавы и не будет, потому что между костром и локацией лава. То есть, если я хочу бегать на босс с каким-нибудь кольцом, которое мне поможет на боссе, мне нужно каждый раз переключаться на нормальное кольцо здесь, и если я умираю, то переключаться обратно на это тупое кольцо бегания по лаве. Что же они так любят, эти свои тупые кольца, которые необходимы в каких-то конкретных локациях? Ну, хотя бы это кольца, а не всякая броня, которая может еще по весу не влезать или еще что-нибудь подобное. Броня, кстати, еще тоже помогает немножко, то есть лава, она все еще как бы на нее все еще действует мой огненный резист, так что если я надену броню с хорошим, с хорошей защитой от огня, то лава будет меня дамажить меньше. Все равно будет, но меньше. Окей, там я все подобрал, правильно? Да. Тогда вверх, и здесь еще один враг этой локации. И это тупая хрень, которая похожа на пылесос. Эта хрень, в принципе, практически не опасна в ближнем бою, но у нее есть отрицательные свойства. В частности, она может дышать каким-то там туманом, который ломает оружие очень быстро и очень эффективно. И, по-моему, у нее был какой-то граб, да, вот туда вот она плюнула этим своим кислотой, ломающей оружие или что-то подобное. Но на деле, если я просто отхожу в стороны, то оно мне ничего не сможет сделать. И где-то здесь две вещи. Во-первых, еще одна из дочерей Хаоса. Она кастует Огненный Шторм. Лучше ей не давать его кастовать, потому что он меня веншотнит, скорее всего. И вторгается Кирк. Еще раз. Посох из Алито дропается с Ведьмы. Кирк. Все такой же халявный, как и везде. И это третье его вторжение, и теперь можно будет пойти и забрать его броню. И так же он дропнул свой прямой меч. Зазубленный прямой меч. С этим я разберусь, когда я его броню найду. Тут еще одна эта хрень. Хаосытеры они называются, то есть Пожиратели Хаоса или что-то подобное. Пофиг. И Огненный Кнут Хаоса. Где он? Да, Огненный Кнут Хаоса. Ну, с этим потом я разберусь тоже. Это хаоситская версия обычного Огненного Кнута, очевидно. Здесь босс, но туда я пока что не пойду. Сначала вся остальная локация. И да, это худший босс в серии. И да, он хуже, чем боссы второго Дарка, которые там в опциональных локациях делятся. Ну, по сути, плохой из этих боссов в опциональных локациях только босс в первом Диоце второго Дарка это три бомжа. Потому что остальные, они просто, они неплохие, они просто неинтересные и зарьюзанные. Ну, окей. здесь проход в сторону демонических руин, то есть это та дверь, которую я открыл до этого, она будет здесь. Также здесь по пути титанитовый демон. Титанитовый демон этот, он особенный, он самый сильный из всех, у него больше всего жизни и урона больше, чем у остальных, и он единственный, кто респавнится. Я не буду с ним связываться, я просто пробегу мимо, потому что мне не нужно его убивать, мне не нужен его титанит, а, собственно, он респавнится, так что для этого его убивать тоже нет особого смысла. Главное следить, чтобы он в меня молнию не не всадил в спину мне. Тут ящерица. Окей, попал со второго раза. И тут Солейер. Если бы я не убил светящегося этого жука, который дропнул у меня жука, то Солейер был бы с этим жуком на голове и полым, агрессивным, и пытался бы меня убить здесь, что не очень хорошо. И на этом бы его квест закончился, а так нет, так его можно будет еще по крайней мере призвать на финального босса. Я не помню, можно ли его еще где-то встретить, может быть, но по-моему нет. Но можно призвать его на босса. Ура. Так, теперь мне что нужно? Мне нужно сменить кольцо, потому что мне нужно вот это вот кольцо будет в ближайшее время. Также мне нужен будет лук в ближайшее время. В эту сторону мимо демона точно так же можно пробежать. Даже легче. Потому что он недостаточно быстро реагирует, чтобы ударить меня успеть. Иногда он может успеть. так что в принципе если мне не хочется, совсем аж не хочется менять кольцо каждый раз, когда я хожу на босса, то я могу ходить с этой стороны. Это дольше. То есть по времени бежать дольше с этой стороны. Но хотя бы не надо менять кольцо. Ну и что тут за предметы? Окей. Понятно, что тут за предмет. Это и не предмет, это просто ловушка. И здесь стоит Зигмайер. Перед тем, как что-либо с ним делать, я возьму лук. И я не убью, но задамажу всех этих хаос-иттеров. Убивать их сейчас нельзя. Если я их убью, то я не смогу продолжить историю Лайн Зигмайера. Их нужно убить вместе с ним. Но нужно, чтобы он при этом не умер и не то, что не умер, а еще и немного урона получил. Так что я оставлю им всем жизни на один удар. Или около того. Я могу, наверное, парочку убить, но я не хочу рисковать. так, и четвертый. Готово. Ну, их пасть, которая у них расположена сверху с кучами зубов и вообще со всем этим она как бы намекает на то, что у них есть особая анимация при атаке в падении по ним, скажем так. Ну да ладно. Значит, что касается сториуэйна Зигмайера. Если я сейчас с ним поговорю, он спрыгнет туда и будет пытаться их убивать, и мне нужно спрыгнуть вместе с ним и помогать ему их убивать, или не спрыгнуть и не помогать, в общем, как получится. Есть три, ну, четыре, по сути, варианта. Вариант первый это, если он спрыгнет туда и умрет. Вот, но это очевидно, он умрет и его квест на этом закончится. То есть, если его убьют эти хаоситтеры, то он дропнет какие-то там предметы, он, по-моему, дропнет кольцо свое и все, я смогу его залутать и больше с ним я не встречусь, потому что он умрет от этого. Очевидно. Вариант второй, если он спрыгнет, мы с ним их убьем, но у него останется меньше половины жизни, он даст мне это кольцо в диалоге и после этого умрет. То есть, как бы, если они его задамажат достаточно больно, чтобы у него меньше половины осталось, результат примерно такой же. Если я спрыгну сам и убью их всех, не говоря с ним и потом с ним поговорю, то он тоже даст мне это кольцо и storyline на этом тоже закончится. То есть, он типа скажет, что я слабый, свалит куда-то и больше я с ним не встречусь. Единственный вариант, который продолжит его storyline, это если он спрыгнет туда вместе со мной, ну или не вместе со мной, в общем, спрыгнет туда, убьет их всех, выживет, останется с почти полным хп. И это довольно хреново, потому что это, по сути, рандом. Если они его особенно активно будут избивать, то он не останется с почти полным хп, даже если я их так заранее всех почти убью. То есть, они ему сносят с пары ударов эту его половину хп, с которой ему нужно остаться. Так что, у меня вполне может не получиться продолжить его квест. Ну, поехали. Также там ядовитое болото, да, так что, я для этого кольцо экипну. Ну, и не стоит использовать всякие огненные шары и прочую фигню, потому что я его тоже могу дамажить. Хм? О, о! Извините, я так обожгленно и я просто взялся. Это может быть в воду. Ну, что на вашем уме? Нет? Не скажи мне. Эти монстры делают жизнь тяжелой для вас. Не нужно быть лишен. Мы все в同ом боте. Нет. Я реально уехал на довольно дно к тебе. Может, время Продолжение следует... Вроде норм. Да, и здесь еще один пришел. Это... Бывает. Вроде нормально получилось. По-моему, его вообще не издамажили. Ну что же, Зигмайр. Ну что же, ты спас меня? Еще раз? Ох, спасибо. Я запутался. Я думаю, что я буду отдохнуть. О, не волнуйся. Среди меня это мой пилот. Я вернусь. Чувак, ты... Ты вообще в курсе, что ты в ядовитом болоте стоишь? А вроде бы раньше был баг, что он от этого яда тоже умирал через какое-то время, если я отсюда не свалю. По идее, это пофиксили, но на всякий случай я отсюда свалю с помощью его кости и... Зайди спауни его таким способом. Ну окей, квест продолжается. Мы с ним еще встретимся. А еще сила? Я хочу разное силовое оружие использовать. Ну и теперь уже можно и Альбарду взять. Тут больше не должно быть ничего такого, что... С чем у Альбарды будут проблемы. В принципе, босс следующий может быть. Хотя нет, там не должно быть проблем. Но там вообще лучше лук взять. Ну окей. Мне нравится архитектура здесь. В плане именно... Как бы, левый дизайн в плане того, как оно все выглядит. И за лицом. Все эти башенки... Крыши такие непонятные. С хрен знает чем наверху. Выглядит красиво. Но, к сожалению, в геймплейном плане левый дизайн здесь немножко страдает. Хотя внутри вот здесь более-менее. Самая жопая это руины демонов и... То, что снаружи происходит. Это залитая лава и хрень. С тысячами... Драконьих задниц. А тут и шорткаты вроде как... Не то, чтобы есть шорткаты, но здесь есть, по крайней мере, вот эти вот ворота обратно в сторону... Демоничных... Ну, начала демонических руин. Здесь и секретки вот такие вот есть с предметами. То есть я могу пройти сюда и взять здесь предмет, и взять на другой стороне предмет, к которому хрен спрыгнешь. Тут душа героя. Тут, по-моему, какой-то титанит. Но к нему... А, нет, тут жертвенное кольцо. Окей, тоже вариант. А у меня получилось сюда спрыгнуть и не ускользить. Это очень редко получается. Обычно вы просто соскальзываете сразу дальше. И не можете подобрать это кольцо. Но это бессмысленный предмет, который не нужно подбирать. Ну и теперь уже я спущусь снова сюда. Но теперь здесь Зигмайра не будет, естественно, потому что он свалил. И вместо этого здесь будет всякая разная фигня. Ну, не вместо этого, а здесь просто, в принципе, будет всякая разная фигня. Так, я могу спрыгнуть сюда. И это мне ничего не дает. Не помню, как... А, нет, я примерно помню, как подняться туда. Нет, не отсюда. Отсюда, правильно? Ну, нет, туда я пройти не могу, но оттуда. То есть, если я спрыгну вниз... И пробегу сюда. Эта дыра смертельна. А эта лестница как раз ведет. Нет. Не ломай мое оружие. Ну, еще одно место, в котором выпады очень неэффективно работают. Ну, хрен с ним. Обломок красного титанита для апгрейда оружия в огонь, очевидно. Еще один здесь. И все, мне казалось, здесь еще слаб где-то был. Видимо, я ошибаюсь. То есть, нет, я не ошибаюсь, он где-то здесь был, но, видимо, не здесь, а... ...где-то внизу. Он был на этой локации, в этом я не ошибаюсь. Возможно, тут. Дыру я, естественно, обойти могу. А дальше там что-нибудь было? За. Нет, за лестницей тоже ничего не было. Где был этот слаб? А, тут. Видимо, да. Угу. Кусок красного титанита. Нужен для последнего апгрейда огненного оружия. Огненного и хаотического. Но хаотическое оружие я пока что не могу апгрейдить. Ну, у меня угля нет. Это как раз тот хаос-этер, который сюда приходил, к Зигмайеру, и здесь, собственно, были остальные. А, и он все еще здесь стоит. То есть, он не... ...не диспавнится. Ну, ладно. Будем надеяться, что это все-таки баг, что раньше на него я доработал, он умирал от этого. Ну, и отсюда выбраться я могу либо... ...или даже не либо. По этим лестницам. И потом как-то отсюда я еще дальше могу выбраться, чтобы совсем... ...в начало попасть к выходу. Вверх. Но я не помню как. А. Колобок, что ты тут забыл? ...кто тебя впустил сюда. То есть, как-то можно... Я постоянно забываю, как отсюда выбраться нормально. Как-то можно. Это я точно знаю. Отсюда, может быть? Да, похоже. Именно. Это меня выведет обратно вверх. Привет, колобок. Пока, колобок. Лук у меня не эквипнут. Клопки, по-моему, тоже, что ли. Они, может быть, не иммунны. Да, они не иммунны к огню, но у них резиск очень большой. Огонь против них не особенно эффективен. Ну, это достаточно логично, учитывая... ...локацию. Окей, теперь босс. Я могу перекатываться нормально с луком? Да. Это самое главное. Ну, поехали. Что? Очей, это не то, как оно должно работать. Оно должно работать вот так. Ну, так тоже весело. Да, почему бы не сбить головой пару веток. Ложи хаоса. Огромное дерево. Огромное тупое дерево. И это пазл-босс, который абсолютно ужасен. В качестве атак... Да, примерно вот это. С детенгоми. В качестве хитпоинтов бесконечность, потому что стрелять в нее бессмысленно. Конкретно, что мне нужно сделать? Вот эти вот два шарика, справа и слева, мне нужно до них добежать, что пока что легко. Сломать их, и потом я смогу пробежать в центр, и там ваншотнуть самого босса. Ну, начнем с левого шарика. Левый шарик проще. Или... Нет, 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 нет. Правый шарик проще. Точнее, нет. В общем, убивать сначала правый, потом левый проще. Вот так. Левый шарик проще, но... Сначала стоит убить сложный. Потому что потом сложный будет убить еще сложнее. Ну, поначалу-то нет никакой разницы, потому что я могу около края арены идти. Оно до меня никак не достает. Я спокойно прохожу сюда. Получаю кучу урона от этого. Ломаю все эти ветки. И стукаю этот кусок дерева. Светящийся кусок дерева. И теперь все становится. Хуже. Хуже все становится, потому что проваливается пол. Напоминаю, эта хрень меня очень эпично двигает, откидывает и всякие подобные вещи делает своими атаками. И, естественно, там, где нет пола, там я умираю мгновенно от того, что я падаю и умираю, собственно. Это вот дерево, это безопасное место. Здесь я могу стоять вечно, и по мне ничто никогда не падет во всех фазах ее. Ну и теперь левая сторона. Причем пол еще и не весь сразу ломается, а только когда я к нему подхожу. То есть я заранее не знаю, где безопасно, где нет, и могу ли я пройти вот так по прямой, или он сейчас сломается. Он сейчас сломается, естественно. Но я могу его перепрыгнуть, конечно. Альтернативно я могу встать вот сюда, взять лук. И пострелять. Не помню, как именно тут нужно целиться, но в идеале это можно, по-моему, двумя стрелами сделать. Или тремя. В общем, очень небольшим количеством стрел. Вроде попал. Теперь фаза третья. Между фазами я могу либо использовать кость, либо перезаходить в игру, потому что фазы сохраняются. То есть если она меня даже убьет, она сразу будет начинать в третьей фазе теперь. Теперь ко всему этому добавился огненный шторм, который время от времени будет вокруг меня кастоваться. По-моему, здесь все еще безопасное место. Ну и теперь мне нужно пробежать в центр. Проблема с тем, чтобы пробежать в центр, руки, которые все еще детенглят. Да, вот это вот огненный шторм. И нет, дерево это небезопасное место. Ну ладно. Еще разок. Да, снова поменять кольцо. Естественно, куда же без этого. И сейчас я знаю, как этого босса убивать. Я там убивал его много-много раз. И поэтому я знаю, где именно мне нужно стоять. Откуда именно мне нужно стрелять из лука. Что именно мне нужно делать, когда вы убиваете этого босса в первый раз. Он, по сути, просто непроходим. Потому что... Ну, я сейчас покажу, почему. Что делать, если я... Не знаю, где нужно там стоять. Я не знаю, что можно вообще стрелять из лука по этим хреням. Я не знаю, как вообще... Какие атаки босс сделает. И я, допустим, убил правый шарик первым. И теперь пытаюсь добежать до левого шарика. Давайте попробуем. Это будет, конечно, еще одна смерть. И еще там две минуты беготни сюда, но... Пофиг. И да, каждая смерть — это две минуты беготни сюда. И да, там нет текстур. Да, бывает. Вот я сюда спрыгиваю и пытаюсь забраться до левого шарика. Во-первых, поскольку сейчас третья фаза, она вполне может кастануть огненный шторм, пока я еду и этим меня задамажить или убить. Ну, обычно он где-то сзади меня уже кастуется. Так что это еще... Это еще окей. Окей. Ну, давайте я попробую пробежать влево. Окей. Сюда. Пол. Что мне делать? Бежать сюда. Ну, добежал. И... Ваншотнулся на выходе, потому что нихрена не видно, откуда она атакует. Вообще нихрена не видно. Большую часть боя. И ваншоты, да. Это еще одна проблема. Но тут, по сути, все атаки это ваншоты. Потому что... Ну, потенциальные ваншоты. Потому что даже если оно меня не убивает, оно вполне может скинуть меня в пропасть. Ну, и еще две минуты бегать не туда. Ну, и если не знать, как именно босс атакует, то, естественно, непонятно, как оно атакует, как от чего уворачиваться, куда именно бежать, где бежать безопасно, где нет. В общем, я просто на 100% уверен, что у всех, кто проходил этого босса, не зная, как его убивать, то есть в первый раз, без каких-либо там гайдов, ютуба и всего тому подобного, на этого босса ушло так попыток 50 и больше. И у многих тех, кто не первый раз его убивает, тоже уходит в попыток 50 и больше. Сильно помогает тот трюк, про который я начал вроде говорить и, возможно, закончил говорить. В общем, что если вы стукнули одну из вот этих вот боковых хреновин, которые нужно две стукнуть, вы можете просто выйти из игры в главное меню и зайти обратно, и вы окажетесь здесь, у входа. Но эта хреновина будет уже стукнута. Потому что статус босса сохраняется. И это касается всех, ну, не всех боссов. У всех боссов статус не сохраняется, но если вы в битве с боссом выйдете из игры, то когда вы зайдете, вы окажетесь у входа. Со своими душами, со своей человечностью, вообще совсем ничего не потеряете. Просто выйдете из него. Но при этом, если вы босса дамажили, то он снова с полной жизнью заспаунится. Окей. И да, худшая часть это попытки добежать в центр. Боковые-то шарики это еще фигня. Все проблемы в центре. Так что я еще тут побегаю минут 10, наверное. И либо вы бегаете через лаву. Если вы хотите использовать какие-то другие кольца, то меняете их каждый раз. Но, к счастью, на боссе не нужно использовать никакие кольца. Там, собственно, никакие кольца не могут помочь практически. Разве что кольцо защиты какое-нибудь. Ну, или альтернативно вы бегаете через другой шорткат, и там вы бежите в два раза дольше. А. Я застрял. Помогите. Ну, душу подбирать смыслу нет. Я потерял свои там 40 тысяч или сколько у меня было. Но хрен с ними. Ладно, щит сойдет. И да, если я жму какие-нибудь кнопки, то я спускаюсь медленнее, и... От этого вполне можно словить Firestorm. Ну, или можно его словить сразу по приземлению. Тоже хорошо. Так. Тупое дерево. А. Окей, ваншот. Просто ваншот. Почему бы и нет. Ну, и я даже не знаю, что еще сказать. Худший босс не в игре, худший босс в серии. Реально. В... В демонах есть почти такой же босс, только он там лучше. Ну, к счастью, во втором дарке и в Bloodborne ничего подобного они не стали делать. Надеюсь, в третьем дарке тоже такого говна не будет. Ну, конечно, да, у Изолита есть весь лор его, там вся эта составляющая. В этом плане Изолит хорошая локация, и... Он красивый, в принципе, изнутри. Опять же. Но, кстати... Красивый-то он красивый. Но, скажем... Хаус-этер, умри. Нет, не скажем хаус-этер, умри. Но это, конечно, тоже скажем. Скажем, вот с той стороны есть... Такой мост, лестница. Оно выглядит так, как будто туда можно попасть. Правильно? То есть я, когда впервые сюда пришел, я думал, что... Там либо какой-то шорткат, и я смогу куда-то вернуться. Пройдя туда. Либо я каким-то способом потом смогу открыть эту дверь и... Тоже пройти туда и что-то сделать. Но нет. То есть играбельная часть Изолита, она очень маленькая и очень унылая. В основном красивый и интересный Изолит в том... В тех местах, куда попасть нельзя. И это тоже довольно печально. Ну, окей, хотя бы огненный шторм не на выходе. Ну, окей, вернуться от этого, вернуться от этого. И бежать вперед. И тут еще и нужно правильно спрыгнуть. И правильно это не так. И если бы пол заранее был обвален, то я бы знал, куда мне нужно бежать, и правильно бы спрыгнул сразу. А так мне пришлось тормозить, думать, там ли я, куда мне нужно, осматриваться. И в итоге оно успело меня еще раз столкнуть. И нет, я целенаправленно не буду вырезать все эти пробежки назад. Потому что я хочу, чтобы вы ощутили всю хреновость этой локации. Я ее настолько ненавижу, что я хочу, чтобы все остальные тоже ее ненавидели. Ну, к счастью, все худшее почти позади. То есть, как только я убью этого босса, все, что осталось в первом дарке, оно очень хорошо. То есть, остался финальный босс, очень хороший. Осталась опциональная локация Ван Ролонда, очень хорошая. Одна из лучших локаций этой игры вообще. Осталась ДЛЦ, офигенная. Гробница гигантов еще, она не супер. Да, вот про нее я забыл, что ее еще нужно пройти когда-нибудь. Но там, в принципе, все вполне... Ну, там не то, чтобы вполне терпимо. Там намного лучше, чем здесь. Там проблема в темноте. Если оттуда убрать темноту, то у Гробницы гигантов будет нормальной локацией. С врагами там тоже все не супер, но... С врагами все не супер, не только там. Так как оно достало меня ваншотить этой атакой? Ну, и Гробница гигантов короткая и простая. Там всего один босс, там всего, не знаю, там 10 минут побегать до этого. Ну, не 10 минут, конечно, подольше. Но, в общем, она короткая, простая. Там есть одна совершенно идиотская комната опциональная. Но кроме этого все достаточно хорошо. Босс там тоже, в принципе, так себе. Но, опять же, намного лучше, чем все боссы здесь. Но все остальное хорошо. Ну, опять же, есть еще один официальный босс Ванерлонда, который тоже так себе. Но он так себе в том плане, что он неинтересный, унылый и довольно дурацкий. Но не сложный и быстрый. И не проблемный. Он просто неинтересный. Есть там финальная локация перед финальным боссом. Она красивая, но, опять же, геймплейна унылая и неинтересная. Потому что там длинная локация. Там бежать примерно столько же, сколько здесь. И по пути пять черных рыцарей. И все. И они не пять сразу, а не по одному. Ну, в следующем видео... А, и еще есть опциональная локация из Блайттауна, которая... Интересная, скажем так. Там есть свои проблемы. Перестань делать всякую хрень. Там есть свои проблемы, но там все, опять же... В целом, довольно хорошо. Окей. Ладно, я побегу. Хрен с ним. Нет, не побегу. Да. Почему я не могу заблочить ее вторую руку? Всегда раньше получалось. То есть я иду, я блокирую вправо, я блокирую влево и пробегаю дальше. И нет никаких проблем. Сейчас он у меня ваншотит этим. У меня возникает некоторое желание надюпать себе пару миллионов душ и использовать их, чтобы поднять здоровье до вменяемого уровня, чтобы меня не ваншотило это говно. Альтернативно я, конечно, могу надеть броню потяжелее, но тогда я буду бегать хуже. Бегать хуже здесь это очень плохой вариант. Я могу, наверное, надеть броню Квиланы. Она позащищеннее, но бегать хуже я не буду от нее. Бегаю я все еще нормально. В общем, в следующем видео гробницы гигантов. Скорее всего, полностью она достаточно короткая, чтобы за одно видео ее полностью пройти. И потом уже начнется веселье. ДЛЦ. Нарисованный мир. Ну и финальный босс, потому что там недалеко. Хотя еще пара опциональных локаций есть, конечно. Ну и здесь, в демонических руинах еще нужно сходить забрать все, что в лаве лежит, потому что там пара полезных предметов есть. Ну, важных, не полезных, нет. Для меня они все бесполезны. Ну, там лежит уголь. Один. А, и, собственно, это я в следующем видео сделаю, в самом начале, наверное. Нужно отдать тот уголь, те два угля, которые у меня есть, или у меня один, я не помню. Неважно. Отдать уголь какой-нибудь надо. Как насчет... Нет. Окей. Да, вот теперь получилось. Тут не надо прыгать, тут не надо перекатываться. Нужно просто бегом сойти с этого... И дальше перекатами ломать все эти ветки. В меня все еще может прилететь фаерсторм. Это... Ну, это единственное, что со мной может случиться. И вот он, собственно, босс. И у босса, по-моему, 10, что ли, хитпоинтов. Так что оно умирает с одного. Почти независимо от того, чем вы его бьете. И победа. Великая душа, человечность, костер. И это абсолютно бессмысленный костер. На него можно варпаться. Но из него нельзя выйти. Отличный костер. Просто 10 из 10. Лучший костер в игре. Ну и 60 тысяч душ. Да, естественно. Куда же без этого. Ладно. Со всеми описаниями предметов и прочим говном я буду разбираться в следующий раз. На сегодня на этом все. Это худший босс в игре. С вами бываемся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok